Демон принца Ленцер Ваталоны Берем и спойверов, а ГВ значит, решила уточнить, что у варпталонов они получают плюс одну атаку, когда вооружены двумя в Лайтнинг Клоу. То есть, как бы ГВ посчитала, что варпталону иметь три атаки в базе, это слишком много. Пусть будет у него две. Вот так вот. Сука, перевернись. Не хочет, короче, ГВ давать варпталонам ничего. На, не вылезите, брази. Дальше у нас идет изменение неожиданно дэмэдж тейбла для предатора. По сути, он просто просел на единичку вниз. Что хорошо. Да, то есть, раньше у него он с шести... Да, сейчас с шести, а раньше был с семи он начинал. То есть, у него на семи заканчивался его топ-профиль. И он начинал деградантствовать. Теперь в шесть вунд все еще позволяет ему быть прекрасным предатором. На самом деле, не очень. Вот. И так дальше в самый низ, кроме один-два, собственно. Ну, спасибо, ГВшечка, за это. Потом дальше Денис ныл такой, боже мой, ГВ, кто составлял список для Десгвардов? Кого я могу к ним взять? Вы что охренели? И тут ГВшка говорит, извини, Денис, возьмите сарка на паланкине. От сердца, ГВ. Все, все твои мечты исполнены. Нормально. Дальше. К братишкам-демонцам. Тут, конечно, просто очевидный факап исправили, где ГВ такой, ой, Кайрос, наверное, надо дать ему обилку демонскую, дзинчевую, это он же тоже демон дзинча. Короче, Кайрос тебе тоже имеет четвертый вуль, не пятый. Дальше. И еще один факапчик. Дальше. С демон-принцем. Да, ДП-Х. Если у вас ДП именно Хаоса, а не ХСМ, то у него все так же 8 вундов теперь. А не 10! Та-та-та! Но было логично, у них цены были одинаковые, все одинаковое. Одно исключение, вернее, два. Это 10 вундов было почему-то у демонического демон-принца. И у него появлялись обилки за богов, которым он принадлежит. Собственно, ключевые обилки каждая его бога, типа Дисгастинг или Ресащинс, и прочее. И он не мог раздавать рероллы ХСМ. ХСМский мог раздавать рероллы, но у него не было обилок и было 8 вундов. Теперь разница чисто в обилках, то есть их. Что жалко, потому что демон-принц демонов выглядел очень прикольно. Если тебе нужен был именно нарезатель, который в одну фарю летит, сам все рероллит, пофигу там, что он не дает реролл ХСМ. А здесь теперь у нас 8 вундов, даже 10, блин, и он не уменьшался, не разрушался. Да. Жалко. Оказывается, так, 10 вундов давало ему возможность выцеливать его. С другой стороны, ты прав. А теперь нельзя выцеливать. Да. Потому что все так же 8. Первым меняю цену в обычном экзалт-сорсеруре, теперь он стоит 112 против 86. Ну, покой себе, учитывая, что я не знаю, смысла его и так не было. Дальше на диске он становится уже 146 очков. Ну, 120 был. Да. То есть, короче, экзалт-сорк пеший, вообще какой-то очень дорогой. Нахрена он нужен, непонятно. Поменяли бастиону стоимость с хэви-болтером. Теперь он стоит 8 очей за хэви-болтера. Раньше стоил 10. Ну, спасибо. Суммарно 8 очков скидки. Вау, вау, да, IP-тюнинг. Вообще. При том, что реально ты берешь бастион, и ты знаешь, как он играет, что эти хэви-болтеры ты не особо никогда делали. Сейчас у них просто правило, что они всегда там на 5-местер сгарят. Вот. И ты такой... Зато они теперь по кругу сгарят. С ракет такой отвали, братишка. Так, и дальше у нас идет фак. Собственно, к хэсэм чуть-чуть писюшка к демонам. Первый вопрос спрашивает, а можно ли обилку All is Dust использовать для инвулей? Что это сказать? И ГВ говорит, да, можно, потому что, собственно, в ней написано, что она улучшает сейв. Сейв. Инвул, тот же сейв, так что можете, если демэдж не хуже, пожалуйста. Если демэдж один, можете использовать Dust. Если карантиласка входит, то нельзя. И об этом, по-моему, следующий вопрос. следующий вопрос. А если мультиплицированный урон входит, то могу ли я, если кинута единичка, использовать All is Dust? На что логично... ГВ отвечает, что даун. Да. Ты демэдж кидается после того, как ты уже сейв кинул. ты что, дебил? ГВ говорит нам ГВ. Это, знаешь, сейвы, да? И, типа, у тебя сохраняешь все кубы, результаты. Да. Потом на каждый из этих кубов противник тебе кидает, значит, дамаг, если кинул единичку, а ты, например, кинул четверку, он такой раз, отцелил он в нем. Я бог. Нет. В общем, короче, в любом случае нельзя. Но технически это невозможно. Да. Значит, дальше, вопрос для бэкалюбов. Они говорят, а что происходит, когда Поксволкеры жрут некронов, а некроны потом встают? Что делать, ГВ? А ГВ говорит, вообще похрен. То есть, у вас хоть два отряда полных в итоге может восстановиться, потому что Поксволкеры восстанавливаются на некронах. Некроны восстанавливаются на своих протоколах. Все. То есть, Поксволкеры обглодали бедного иммортала какого-нибудь или вориора, да? Да. А вориор потом там какие-то валяются, значит, эти самые... Собрался. Да, он обратно собрался. Нормальная тема. Они просто делают некронам то, о чем они мечтали. Да, да. Биоперенос. Биоперенос. Да. Дальше. Вопрос такой. А в Дарк Империуме у меня был клетик с ценами Десгвардов, а в Индексе другая цена. Или какие мне использовать? И тут ГВ неожиданно никак, как они любили, которые у вас есть. Они говорят, нет, использую из Индекса, урод. Купи себе книжку. Вася. Вася. Бомж проклятый. ненавижу, ненавидим вас. Дальше пошли демонцы. Точнее, первый из демонцов. Вопрос. Что происходит, если Скарбранд оказался восьми от самолета, который не может переходить в Ховер, при этом этот самолет залочил кто-то в ХТХ? ГВ говорит, самолет ушел. Собственно, почему это разумно? В чем суть? В чем суть? Потому что Скарбранд свои ауры не дает уходить из ХТХ. Он такой, не... Нефаулбек. Да. Это, наверное, самая клевая вообще обилка, то, что не дает фалбек. Да. Причем, как мы знаем, флай-юниты, например, могут подчарльдить самолет, какие-нибудь там, джампайкер, неважно кто, могут подчарльдить самолет, а у самолета, у которого нету способности переходить в ховер. Он обязан минимальным мувом. Минимальный мув. Не имея возможности пройти минимальный мув, вы уходите со стола. До свидания. Если у вас ховер есть, вы можете все-таки такие типы оп, осторожненько попятиться назад. Не попятиться, а остаться в бою, потому что Скарбранд говорит... Лучший антифлай в игре. Да. Вот вам тех. Берете рапторов, берете Скарбранд и все, конец всем самолетам. На самом деле нет. И последний вопрос, посвященный, даже не написали кому, но я-то знаю кто, это Блю Скарбранд. И спрашивает, если за их обилку я автоматически сманифестил психосилу, а могу ли я еще раз ее сманифестить уже, типа, нормально? Говорит, нет, если это не Смайт. Сорян, братиш, не получится. По хитрошопам нельзя. Вот так вот. Собственно, на этом у нас заканчивается фак иерата по ХСМ. Так что играйте в Архаймер правильно и помните, что фак есть и там написано что-то умное. А может и не очень. Субтитры сделал DimaTorzok